Отпусть я живу, я не знаю, что в городе открыт. Вот что-то, в Тарелеванске. Вот потом приедем, может, и ты не посмотришь, у нас там живой, как иди, живая игуана, бетон живой. Сколько долго у вас будет здесь быть? Это постоянно на работе, на Лене на 26 лет. Там в пещеру первобытная человек. Смотри, в пещеру залезть и что-нибудь поделать. Даже просто выйдя на улицу, Максим не забывает о работе. Получив согласие, что как только юные гости из Перми в следующий раз окажутся в Котельниче, сразу посетят центр. Интересуются, не соскучились ли без него животные. Рептилии прописались в Котельниче несколько лет назад. Они не только друзья для местной малышни, но и дальние потомки динозавров, которые жили пару десятков миллионов лет назад на этих землях. А чтобы еще нагляднее был рассказ о жизни предков, как животных, так и человека, в музее недавно установили самый настоящий шалаш первобытного человека. Из чего она состоит? Здесь она в основном состоит из холста и шкур, как вы видите. В основном делались из бревен брусья, и эти брусья покрывались шкурами. У нас в самом верху висит череп, такой достаточно большой, с рогами. Вот эти закрывались шкурами, и вот вешается черепа. И у кого висел череп больше и красивее, вот с рогами, то считалось, что хозяин гордится, что вот здесь вот убил больше животного, чем, например, в соседнем. В этом искусственном жилище детям полное раздулье. Представить, чем бы они занимались, если бы не компьютеры или книги. Охота, поклонение богам. Для последнего, как в настоящей пещере, деревянный тотем. А какие-то игры, может быть, проводятся для детей? Ну да, конечно, проводятся игры для детей. То есть иногда это просто, когда все маленькие, это просто оригами обыкновенно. А иногда вот мы даем такие дощечки, имитация такого камня. То есть все мы знаем, что перебытные люди оставили нам в потомство наскальные рисунки. И то есть дети должны понять, как же можно было стоять ни фломастером, ни карандашом, ни напечатать на компьютере, ни написать ручкой, а как это производилось. Чем нарисовать? И вот они обычно рисуют. Ага, поменяю. Рога на дощечку. А что они обычно рисуют? Ну, а что можно, пещерная медведя, мамонта или просто как бы диких коров. Диких коров? Да. Ну попробуйте нарисовать корову. Попробуй нарисовать корову. Вот это, говорят, похоже на корову. А вообще, такие интерактивные игры, наверное, лучше помогают усвоить историю древнего мира детям. Дети помогают лучше то, что нарисовано в учебнике истории. Пусть сегодня здесь не так много посетителей, выходные детвора обязательно прибежит к любимцам, уверяют сотрудники музея. Они точно знают, без музея жизнь в городе стала бы скучнее. Ирина Сырцева, Андрей Абрамовский, служба новостей Центр.